Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Очень приятно быть сегодня здесь, в этом собрании. И очень приятно иметь общение с Церковью Божией, несмотря ни на какие преграды, ни на какие расстояния. Дорогие братья и сестры, я напомню о том, что меня зовут Алексей Иванов, как вы видели в надписи. Я приехал из Украины, где несу пасторское служение, а также в Братстве евангельских христиан-баптистов являюсь ответственным за служение с детьми-сиротами. Всегда, когда мы куда-то едем, наш президент Союза Валерий Степанович Антонюк просит передавать сердечное приветствие, поэтому я передаю вам сердечное приветствие. И в этот раз, как, наверное, уже всегда, когда бываю здесь, в вашей церкви, я хотел бы передать также приветствие всем тем, кто трудится, кто молится, кто поддерживает наше служение, потому что, несмотря на трудные времена, несмотря на пандемию и прочие тяжелые условия, вы продолжаете поддерживать многие наши семьи приемные там, которые также трудятся, и участвуете в этом служе с детьми-сиротами на Украине. Поэтому сердечная вам благодарность от семей, от себя лично, как ответственного заслужения. И действительно, слава нашему Господу за то, что Он посылает и дает нам всякую надежду здесь, на земле, и радость там, в небесах, куда мы все придем, и где нас встретит наш любящий и долгожданный Господь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сегодня размышления над вторым посланием фессалоникийцев. И прежде чем я прочитаю место Священного Писания, которое хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня рассмотрели и увидели, я хотел бы напомнить о том, что церковь в Фессалониках очень живая, очень такая, знаете, верующая и с энтузиазмом подхватила благовестие апостола Павла и сотрудников, которые были в этой церкви, жили некоторое время, своим свидетельством показывали, как должен жить христианин. Все это вы можете прочитать в первом послании фессалоникийцам. И с радостью, приняв слово от апостолов, которое и было Словом Божьим, да, они изменили свою жизнь. Они стали служить Господу, они стали жить для Господа, и они стали ожидать. И апостол Павел даже пишет, что вы стали примером для всех церквей, которые находятся в округе, во всей Ахае. Почему? Потому что вы посвятили себя на служение Господу. Они, может быть, не сильно вникали в какие-то, знаете, богословские темы. И Павел даже пишет о том, что в вере были где-то верующие даже более благомысленные в том, что они еще не просто слушали и принимали слова апостолов, но еще и сверяли с Писаниями, точно ли это так. А фессалоникийские, они с радостью приняли весть благую, и она начала давать им новую такую, знаете, струю энергии для того, чтобы служить нашему Господу. Но вот проходит какое-то время, и в фессалоникийской церкви происходят некие изменения. Вдруг внезапно начинают на церковь, на верующих приходить очень тяжелые и суровые испытания. Апостол Павел пишет о гонениях, которые здесь начинаются. И как всегда, когда мы, люди, сталкиваемся после долгого периода хорошей, такой, знаете, трудоспособной жизни, и когда мы вдруг сталкиваемся неожиданно с некими препятствиями, у нас появляются разного рода вопросы, у нас появляется желание узнать, а почему же так все происходит, а что же нужно для того, чтобы перенести нам все это. Братья и сестры, не узнаете ли вы в подобной ситуации ту же ситуацию, которая нас уже беспокоит чуть меньше года, уже скоро как год. И тоже мы порою задаем вопросы и узнаем, и спрашиваем, а что же нам нужно делать, а что необходимо нам сегодня как христианам иметь, и почему мы должны это иметь, что должно мотивировать нас быть людьми, любящими и верующими Господа. Я думаю, это похожая ситуация с той, которая возникла тогда. Конечно, нас никто не гонит, нам не угрожают тюрьмы, но мы видим с вами, что, несмотря на это, ситуация очень-очень приближенная, потому что искушение, в данном случае огненное, постигла церковь. Что же делать христианину, и что необходимо ему, чтобы пережить эти искушения, и почему? Вот эти два вопроса, которые мне хотелось бы, чтобы мы с вами рассмотрели на основании Священного Писания. Откройте, пожалуйста, вместе со мной или следите на экранах. Второе фессалоникийцам. Первая глава я прочитаю с 4 по 10. С 4 по 10. Апостол Павел пишет, что «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуем вместе с вами, вместе с нами в явление Господа и Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию в вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться в день, дивным в день Он и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, дорогие братья и сестры, мы видим с вами, что церковь оказалась в довольно тяжелых обстоятельствах. И Павел делает им и утешение, и ободрение, и в то же время он дает им наставление о том, что необходимо им иметь для того, чтобы выстоять в этих искушениях. И дальше он даже показывает им, почему они должны это иметь, то есть что должно мотивировать их жить вот такой вот жизнью, о которой мы сейчас будем говорить. Если мы внимательно еще прочитаем четвертый стих, написано так, как что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, посмотрите, терпением вашей и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Братья и сестры, мы видим, что первое, что необходимо было верующим фессалоникийцам, и первое, что необходимо нам, христианам, когда мы попадаем в какие-то искушения, это необходимо иметь терпение. И это слово, которое здесь вот переведено нам как терпение, оно означает не просто, знаете, стиснуть зубы и вот терпеть сколько можешь. Нет. Это слово обозначает такое мужественное, активное участие в процессе, тогда, когда мы не просто принимаем обстоятельства, которые возникают в нашей жизни, но мы еще и, можно сказать, начинаем управлять этими обстоятельствами. Мы не боимся этих обстоятельствах, но мы все делаем возможное, чтобы в этих обстоятельствах не прекратить нашего служения Господу, не прекратить нам иметь личное общение с Богом и иметь более тесную связь с Господом. То есть это не человек, который опустил руки и теперь, знаете, находится в таком депрессивном состоянии, а наоборот, это человек, который усиливает свой труд, несмотря на то давление, которое делает над ним мир или обстоятельства. В случае фессалоникийцев, как мы читаем, это скорби, это гонения, которые постигли их. В нашей сегодняшней ситуации, в которой мы с вами все живем, вот эта пандемия, нам нужно терпение. Терпение свидетельствует о том, что не всегда так будет, что придет время, когда Господь уберет, снимет это давление и снимет этот гнет. Так было и в церкви фессалоникийца. Но Господь не попустит нам быть искушенными сверх сил. И в нашей с вами жизни также мы видим, что придут те времена от рады, те времена, когда действительно мы сможем и все собираться, и наполним вновь этот зал. И придут времена, когда мы сможем открыть, может быть, те проекты и программы, которые нам сегодня приходится либо ограничивать, либо вообще закрывать. Но нам для этого необходимо терпение. Терпение, потому что Господь говорит нам о том, что человек, имеющий Духа Святого, человек, имеющий веру, это человек, который силен претерпеть все, что выпадает на его долю. Давайте мы вспомним с вами о том же нашем Господе Иисусе Христе, Который все претерпел. Он претерпел все страдания, все лишения для того, чтобы доставить нам с вами спасение. Он претерпел искушение унижения, претерпел искушение отвержения, Он претерпел искушение избиения, распятия, смерти. И воскреснув, Он всем нам открыл эту надежду, на которую мы сегодня, которую мы живем, и которой мы преодолеваем все возникающие искушения, трудности, препятствия, гонения, которые тем или иным способом возникают в нашей жизни. Терпение. Второе, братья и сестры, мы читаем, что не только терпение, посмотрите, необходимо нам, но и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых нами. Апостол Павел и, конечно же, Господь, который его вдохновлял на эти строки, Он говорит верующим, говорит нам с вами, что очень важно, чтобы мы продолжали иметь вот ту веру, которая так необходима нам для того, чтобы все претерпевши устоять. Дорогие братья и сестры, вера, которую мы здесь вот можем читать, это не просто найти вера в то, что есть Бог. Это вера, которая помогает нам, опять же, активно жить христианской жизнью. Вспомним, давайте, Даниила, который оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Нету храма, нету народа, нету всего того, что напоминало бы о Боге. Он находится в абсолютно чуждом мире, но он продолжает сохранять веру. И эта вера, она проявляется не только в том, что он заявляет, что он верующий человек. Эта вера проявляется в образе его жизни, в отказе того, чтобы есть пищу и доложертвенную. В отказе, потом мы видим, как и его друзья, это подчиниться требованиям поклонения истукану. И, конечно же, когда мы видим и с вами находим его молящимся трижды в день, когда он в сторону Иерусалима открывает окна и молится, потому что трижды в день ранее в храме проходили жертвоприношения утром, в обед и вечером. И верующие, которые попали в эти стесненные обстоятельства, знаете, их тоже можно как бы вот назвать, то есть они тоже дистанционно, можно сказать, в духе посещали этот храм, потому что они решили, так как нету храма, так как они находятся в состоянии плена, но как трижды раз в день приносило жертвоприношение, так трижды раз в день в это время мы будем опускаться на колени, молиться нашему Господу, иметь близкие отношения и общение с Ним. Ничего, несмотря на вот эти стесненные обстоятельства, не поменялось в их жизни. И когда пришли в его жизнь по этой причине, от врагов, которые понимали, что только это может сломить его и сделать вот что-то с его верой, надломить и дать возможность царю уничтожить его физически, когда Даниил попадает в эти огненные искушения, помните, в этот львиный ров, потом он заявляет царю, говорит, «Царь, чист я пред тобою, пред Богом чист, пред тобою ничего плохого не сделал». Вера, которую можно еще назвать верность. Вера, которая верит и знает, что Господь все контролирует в жизни, что ничего не может выйти из-под его контроля. Вера, которая основана на этом, и вера, которая понимает и осознает силу Божью. Она понимает, что то, что происходит в жизни сейчас, пусть даже не нравится мне, пусть даже кажется, что это очень сурово и очень опасно, но эта вера доверяет Господу, потому что знает, какова сила Божья. Вспомним учеников, которые оказывались на середине Галилейского моря в бурю, и не хватало им веры, когда они пытали что-либо сделать с этой лодкой тонущей, а Спаситель спит на карме на возглавии. И им казалось, что если даже Христос в лодке их жизни, с ними может произойти трагедия. И когда они разбудили Господа, Он говорит, что вы так боязливы маловеры. И Он дает повеление, и все эти стихии успокаиваются. И ученики говорят, кто же это, что и море, и бури, и ветры повинуется Ему. Братья и сестры, мы знаем с вами, кто же это. Это наш Бог, это наш Спаситель Иисус Христос. Это Тот, Который все сделал для того, чтобы мы имели живую и действенную веру в нашей жизни. Поэтому мы говорим, что когда люди попадают, мы, христиане, попадаем в тяжелые обстоятельства жизни, нам нужно терпение, нам нужна вера. И я хочу третье взять, братья и сестры, но только это уже будет десятый стих. Посмотрите, здесь написано, когда Он придет прославиться во святых своих и явиться в дивным в день Онный во всех верующих. И посмотрите, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, терпение, вера. И, братья и сестры, второе, ой, третье, извините, это доверие Слову Божьему. Доверие Словам Господа. Вера и понимание то, что Божье Слово не проходит тщетным. И если Господь дает какие-то обетования, то они обязательно исполнятся в нашей жизни. И мы видим с вами, что наш Господь делает все необходимое для того, чтобы мы убедили, что Слово Божье, которое даровано нам, как обетование нашей вечной жизни, оно неизгладимо, и оно будет верным. И если Господь говорит, что Он не пошлет искушения сверх сил, значит, Он не пошлет искушения сверх сил. От нас же ожидается, дорогие братья и сестры, чтобы мы были верными, чтобы мы были точными в нашей христианской жизни, и чтобы жизнь наша соответствовала Слову Божьему. Это подобно тому, когда мы, попадая с вами в какие-то болезни, мы четко придерживаемся рекомендации нашего врача. В этот раз, когда наша семья болела ковидом, знаете, никогда не переживал такие ощущения, обратился к одному врачу, нашему брату, верующему. Он, можно сказать, вел нас вот в этой болезни. И был момент, когда мне показалось, что его рекомендации, ну, какие-то не очень. То есть, я принимаю все, что он говорит, а мне становится хуже. И мне показалось, что мне, наверное, надо сменить врача, потому что что-то не то, не так все происходит. И когда я позвонил ему, сказал о своих переживаниях, он говорит, брат, не переживай, все идет по плану. Все идет так, как должно и быть. Продолжай делать. Скоро будет легче. И вы знаете, удивительно, буквально на следующий день мне стало легче, потом еще легче, потом еще легче, и потом я радовался, что я все-таки доверился этому человеку вот до конца. Не прекратил, не сдался, не опустил руки. Братья и сестры, Господь призывает нас, чтобы мы доверили Слову Божьему. И пусть, может быть, нам кажется, что обстоятельства какие-то странные складываются. Может, нам кажется, что кому-то легче, кому-то лучше, но Господь призывает нас к тому, чтобы действительно мы были людьми, которые полностью доверяют Слову Божьему. Давайте опять вспомним лодку, вспомним Петра, который вытаскивает из нее сети, промывает их, потому что всю ночь ловили и не поймали никакой рыбы. И помните, Иисус говорит, закиньте сети. Петр смотрит на него, евангелист описывает нам о том, что он даже где-то начал вслух беседовать, вести диалог с Христом и говорит, наставник, мы трудились всю ночь, а потом что-то происходит в его понимании, он говорит, но по Слову Твоему закину сеть. И мы видим, что Петр не остался, знаете, обманутым или неудовлетворенным от того, что он точности исполнил то, что ему говорил Господь, несмотря на то, что для него в тот момент это казалось совершенно нелогичным, потому что мы имеем дело с Богом, мы им дело имеем с Иисусом Христом. Поэтому, если он говорит, как помните, было сказано Марии, у Бога нет никакого слова, которое возвращается тщетным. Итак, братья и сестры, когда мы попадаем с вами в тяжелые обстоятельства жизни, когда фессалоникийцы оказались вот в этих трудных обстоятельствах жизни, Павел утешает и укрепляет их тем, что они в этих обстоятельствах должны проявить терпение, они в этих обстоятельствах должны проявить веру, и в этих обстоятельствах они должны продолжать держать курс согласно Слову Божьему, Довериться Слову Божьему и жить, соответственно, Ему. А далее, когда мы читаем с вами с 5 стиха, мы с вами начинаем видеть причины, по которым мы с вами должны преодолевать испытания и иметь эти и терпение, и веру, и доверие Слову Божьему. Давайте мы прочитаем первый стих, и я хочу прочитать его, именно вот его такую первую часть. То есть написано «в доказательство того, что будет праведный суд Божий». Дорогие братья и сестры, первая причина, по которой мы должны оставаться и твердыми, терпеливыми, верными, твердодержащими вот этого курса, который нам проложил Господь, который, кажется, может быть очень тяжелым и трудным, посмотрите, это доказательство миру о Божьем суде. Дорогие братья и сестры, мы попадаем с вами в эти тяжелые обстоятельства. И вы знаете, сегодня очень часто задается вопрос, а почему случилась эта пандемия? Для чего она случилась? Кто начал все это? Вы знаете, мне кажется, что вот я лично для себя вижу, что это некий Божий процесс, в который вошел сегодня мир, и в котором мы, христиане, так как являемся частью этого мира, тоже, может быть, к нашему сожалению, участвуем, но мы должны все это претерпеть. Для того, чтобы для этих людей было свидетельством, что Божьи суды, они неотвратимы, что то, что говорит Библия, это в точности исполнится в нашей и в их жизни. И когда мы преодолеваем эти трудности и испытания, когда мы не ропщим, когда мы, как христиане, проявляем и терпение, и веру, и доверие Слову Божьему, то тогда, таким образом, мы показываем о том, что мы действительно люди, которые избавлены от этого суда. Нам не страшен этот суд. Мы не боимся никаких жизненных перипетий, потому что наше жительство на небесах. И поэтому, когда мы с вами преодолеваем вот все эти испытания, мы являемся живым доказательством того, что Господь серьезно сегодня говорит миру и предупреждает Его о том последнем времени и о том беззаконии, в котором Он сегодня пребывает. И мы, как дети Божьи, проявляя верность, подтверждаем то, что сегодня очень важно в эти тяжелейшие обстоятельства жизни быть человеком, верующим в Бога, уповать на Божью милость, взяться за обетование Божьего Слова, что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит, но перешел от смерти жизнь. Братья и сестры, еще раз, может быть, после уже нашего онлайн, перечитайте вот эту первую главу, вот это место с 4, 5 стих, 6, 7, и прочувствуйте, какие тяжелейшие последствия ожидают тех, которые не покоряются Божьему Слову. Это и огонь, это и ад. Сегодня, знаете, мир так не любит говорить о Божьем суде, сегодня все больше и больше говорит, нет, не рассказывайте, Бог не может, это вот о милости давайте нам, о любви Божьей. Конечно же, все на своем месте, но милость и любовь Божья сегодня проявляются нам в этой Божьей протянутой руке, за которую может схватиться грешник для того, чтобы покаяться в своих грехах и перейти от власти тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Избежать этого страшного суда. И то, что мы с вами претерпеваем все это с верою, с терпением, с упованием на Бога, с праведной и святой жизнью, свидетельствует эту миру, что нам есть, что терять. Нам есть за что бороться, для того, чтобы в нашей жизни мы могли оставаться верными. Как в одной из песен мы поем, стоит сражаться, стоит бороться, и стоит за это жизнь всю отдать. Стоит за нашу веру в Иисуса Христа, за наше упование, надежды на небесах, и бороться, и оставаться верным, и терпеливым, и четко следовать Слову Божьему. Итак, вот здесь мы видим в причинах, первое – это доказательство миру о справедливом суде Божьем. Это первая причина, по которой мы должны быть терпеливы, верны и послушны Слову Божьему. Вторая причина, посмотрите, это пятый стих, вторая его часть. Мы читаем здесь, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, и дальше, смотрите, чтобы вам удостоится Царствие Божьего, для которого и страдаете. Чтобы вам удостоится Царствие Божьего, для которого вы и страдаете. Оказывается, братья и сестры, путь в Царствие Божье лежит через скорби, через трудности, через страдания. Вы знаете, некоторые христиане, мне кажется, представляют путь в Царствие Небесное, знаете, как круиз в неком роскошном лайнере, где у тебя все он инклюзив, где ты, как говорится, ведешь только такой расслабленный образ жизни, наслаждаешься тем, что тебе дает природа, и то, что делают тебе повара. А когда возникают какие-то трудности, ты начинаешь роптать, требовать какие-то справедливости, убрать флаг, который заслоняет солнце, или еще какие-то неприятности, потому что, ну, все должно быть так, как ты хочешь. Но когда мы читаем с вами Евангелие, когда мы читаем с вами Писание, Новый Завет, вдруг мы обнаруживаем, что такой не была жизнь первых христиан, и что такую жизнь никогда не обещал Господь. Наоборот, написано, многими скорбями вам надлежит войти в Царствие Божье. В мире будете иметь скорбь, говорит Христос. О, мы не остались без предупреждения. Предупрежден мы в народе, говорим, значит вооружен. Я хочу прочитать вместе с вами вот некоторые места Писания. Вот посмотрите, когда Павел пришел в Антиохию, иконию, если вы помните, там он был побит камнями, вот, за проповедь Евангелия. И вот я читаю это место с 21 стиха, это Деяние апостола. «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно много учеников, они проходили Листру, иконию, и Антиохию, утверждая душу учеников, и увещевая прибыть в вере, и получая, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божье». Многими скорбями надлежит войти в Царствие Божье. А вот автор послания к евреям так предупреждает нас в 10 главе 36 стихе. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Поэтому, дорогие братья и сестры, причина, по которой мы с вами должны преодолевать испытания, первое, мы сказали, это быть доказательством и живым свидетельством миру в верности Божьих слов и неотвратимости Божьего суда. И второе, это то, что самим нам удостоится Царствие Божие и таким образом войти в Него. И третье, дорогие братья и сестры, мы читаем в 10 стихе тоже очень важные и очень необходимые слова, когда «Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех верующих, так как вы поверили слышанному от нас». Дорогие братья и сестры, третья причина, по которой мы должны преодолевать все эти испытания, это то, что Господь Иисус Христос придет для того, чтобы прославиться в нас, для того, чтобы через нашу жизнь люди, еще многие, узнали о Иисусе Христе. Почему? Потому что, когда возникают вот такие трудные обстоятельства жизни, когда люди видят, с каким мужеством, с какой стойкостью, с каким терпением, верностью и святой жизнью мы преодолеваем все это, тогда у них появляются вопросы. Вопросы, а кто же дает вам силу? А кто дает вам смысл? А кто дает вам вот все необходимое для того, чтобы вы продолжали вот так вот жить и держали свои веры? И мы, конечно же, отвечаем, что Иисус Христос. Мы прославляем, то есть мы поднимаем авторитет нашего Господа в глазах других людей. Сегодня люди не могут иметь общение с Богом, они не могут видеть Бога, они могут читать, они могут слышать, и они также могут видеть через нашу жизнь то, что наш Бог живой, и Он управляет, Он контролирует, и Он все держит под своим словом и под своим неизменным контролем. И когда мы своей жизнью, когда мы стойко преодолеваем все эти испытания и своей жизнью показываем, являемся свидетельством всего этого, друзья, мы не только идем в наше Божье Царство тем путем, которым проложил нам Господь, но мы также и прославляем Его. То есть мы даем возможность другим людям тоже, увидев, какой наш Господь, тоже сказать, и я хочу так же, и я хочу склониться пред нашим Господом. Поэтому Иисус придет прославиться. Чтобы нам с вами прославить нашего Господа, нам нужно быть в точности похожим на Него. И когда мы смотрим на нашего Господа Иисуса Христа, Который есть полнота всякого терпения, как мы уже сказали, Который есть Господин той веры, которая вручена нам, и Который есть точный и неуклонный исполнитель Божьего Слова, потому что Он исполнил эту волю Божью, и через исполнение этой воли всем нам с вами доставил и даровал спасение. Сегодня Он побуждает нас, чтобы мы вне зависимости в какие обстоятельства жизни попадаем, болезнь то, пандемия то, гонение, скорби, или еще какие-то стесненные обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы продолжали иметь терпение, веру и доверие Божьему Слову. И чтобы, делая и совершая это, мы помнили о том, что поступая и живя так, мы являемся свидетельством миру о том Божьем суде, который грядет на все грешное. Мы являемся с вами людьми, которые достигают то обещанного Царствия Божьего так, как это запланировал лично для нас Господь, и мы являемся теми людьми, имя Господа Иисуса Христа, прославляющими всей своей жизнью и всем своим поведением независимо от того, где, как и в чем мы находимся. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Я уверен, что Церковь в Фессалониках, которая, как я говорил, может быть, не столько была богословски сильная, сколько вот такая горячая и посвященная Господу, которая стала примером людям, когда было все хорошо, посмотрите, апостол Павел говорит, мы хвалимся, вами, потому что вы имеете терпение, вы имеете веру, доверие Слову Божьему во всех этих гонениях и скорбях. Пусть Господь благословит нас, чтобы и мы, дорогие братья и сестры, имея ту же силу Божью, имея тот же пример Иисуса Христа, имея того же Духа Святого в наших сердцах, также были тверды, верны и непоколебимы в Слове, чтобы мы помнили о том, что наша жизнь, наша верность Господу свидетельство для этого мира, это путь, которым мы идем в наше Царствие Божие, и это, дорогие братья и сестры, слава, которая достанется нашему Господу Иисусу Христу от того, что мы остались Ему верны даже в трудные моменты нашей жизни. Он действительно достоин славы, чести и хвалы, и поклонения. Поэтому мы встанем и прославим Его в молитвах нашим, преклонимся пред нашим Отцом Небесным, Сыном Божьим и Духом Святым. Аминь. Благодарим Тебя, наш Господь, за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, за этот пример великой любви, терпения, милосердия к нам, грешникам. Благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, Который живет в наших сердцах, Который помогает нам, укрепляет нас, обличает, дает нам силы и все необходимое для того, чтобы мы были верными, твердыми в своей вере. Благодарим Тебя, Господь, за драгоценное слово, которое продолжает нас вести по этой жизни в ту небесную и в ту отчизну, которую так нам хочется иметь. И мы ожидаем, когда мы встретимся с Тобой, когда мы можем своей жизнью воздать Тебе честь, славу и хвалу. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты посылаешь разные времена нашей жизни. И сегодня каждого из нас мы просим, чтобы Ты благословил быть терпеливым, верным и послушным Твоему слову. Благодарим Тебя за то, что Ты есть такой. И благодарим за то, что у нас есть все необходимое для того, чтобы и мы были во всем похожими на Тебя. Слава Тебе, наш Господь, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь.